очень краткое содержание повести отрочества льва толстого если в двух словах то действие повести происходит в первой половине 19 века в москве куда семейство иртеньевых переехала после смерти матери николеньки взрослеющему подростку предстоит впервые столкнуться с любовью дружбы предательством и подлостью а теперь немного подробнее николеньки иртеньеву уже 14 лет после смерти горячо любимой матери он вместе с отцом старшим братом володей и сестрами любые кати переехал в москву семья поселилась в доме бабушки по материнской линии в этот период повзрослевший подросток стал лучше понимать чувства и поступки других людей неожиданным для него стало непонятное влечение которое вызвало у него молодая и красивая уборщица маша николенька был убежден в своем уродстве которое по его мнению особенно остро выделялась на фоне красавца владимира он все больше задумывался над тем что в его жизни не будет счастья и остаток своих дней он проведет в гордом одиночестве когда бабушка узнала что мальчики играли с порохом она обвинила в безалаберности их старого гувернера карла иваныча и заменила его столичным гувернером николенко остро переживала расставание с верным другом напоследок карл иваныч рассказал ему печальную историю своей жизни у мальчика сразу не сложились отношения с новым гувернером он стал вести себя излишне дерзко вызывающе и даже самому себе не мог объяснить перемены в поведении после очередной некрасивой выходки отец запер николеньку в чулан и пригрозил выпороть розгами мальчик чувствуя острый стыд за свое дурное поведение попросил прощения и сразу после этого с ним случился припадок который взволновал все семейство после этого досадного случая николенко замкнулся в себе чувствую себя одиноким никем не понятым он предавался уединенным размышлениям и наблюдением за домашними его неприятно поразила связь портного василия и горничной маши юноша не понимал как такие грубые плотские отношения можно назвать любовью тем временем володя поступил в университет и николенко завидовал каким взрослым и самостоятельным стал его брат он стал еще более усердно учиться чтобы в скором будущем поступить на математический факультет анализируя свой характер николенко понял что наибольшим его недостатком является склонность бездеятельной философии знакомство с молодым князем дмитрием нехлюдовым окончательно укрепила в нем решимость бороться с собственными недостатками николенко решил встать на путь самосовершенствования чтобы стать лучше самому и изменить все человечество если вам понравилось это видео то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал